Бинарный салют, друзья! На связи Инженер Спок. Меня уже неоднократно просили рассказать о том, как выучить английский язык, поскольку те, кто пристально следит за моей деятельностью с давних времен, знают, что изначально я делал курсы на английском языке и записал около 20 курсов по платформе .NET и языку C-Sharp и смежным технологиям именно на английском. Также на английском языке у меня записан один курс для известной американской платформы Pluralsight и подозреваю, что запишу для них еще не один курс. Видимо, по этой причине мне этот вопрос и задают. Вообще, я не являюсь сертифицированным преподавателем английского языка и вообще мой уровень вряд ли выше Upper Intermediate, однако многие студенты с курсов спрашивали именно меня, так что своим мнением я все-таки поделюсь. Верить мне или нет – дело сугубо личное. Ух, чувствую, что выпуск будет интересным. Погнали! Первое, что я хотел бы отметить, это необходимость формирования цели изучения английского. Если у вас нет конкретной цели, определяющей то, для чего вы собираетесь изучать язык, вы столкнетесь с двумя серьезными проблемами. Первое – это отсутствие мотивации и отсутствие какой-либо необходимости применять английский на практике, что практически неминуемо приведет к тому, что однажды вы просто перестанете заниматься и все, что вы выучили, испарится из вашей головы начисто. Если вам пришла мысль начать изучать английский, то в первую очередь надо себя спросить – а оно вам вообще надо? Несколько слов об изучении инглиша подростками, известными так же, как школота. Родители очень часто навязывают детям изучение английского без какой-либо конкретной цели. Ну, мол, вот Петя, сын Ивана, учит английский, а моя Клавдия – нет. Нехорошо, надо бы тоже начать учить. Подобный бездумный подход приводит, как правило, лишь к трате денег и ничему более. Отдельный случай касается детей, которые учат английский с первого класса. Потенциально это может приводить к осязаемым результатам, однако это будет зависеть от нескольких факторов. Первый фактор – качество процесса изучения языка. В обычных школах это качество на нуле, потому что обучать 30 человек два раза в неделю малоэффективно. В продвинутых школах и классы могут быть меньше, и учителя лучше, и сам процесс в результате качественнее. Второй фактор – опять же необходимость применения английского на практике. Увы, у школьников такой необходимости практически нет, поэтому здесь, скорее всего, придется выдумывать что-то искусственное, возможно, в игровых формах. Один из, как мне кажется, реально крутых вариантов – назначение одного дня в неделю, когда дома все говорят только на английском языке, и папа, и мама тоже. Да, это потребует серьезного вовлечения родителей, и на это пойдет не более 1% он их. Третий фактор – здесь может быть индивидуальным, и будет зависеть от конкретного ребенка или подростка. Этот фактор косвенно связан со вторым фактором. Я говорю о естественных интересах ребенка. Ваш покорный слуга, например, с 6 лет был вынужден изучать английский, потому что общаться с компьютером на русском языке – затея так себе. Как правило, дети, изучающие английский с первого класса, к институту уже ничего не помнят и не знают. Помнят либо тех, в кого английский вталкивали всеми возможными способами, либо те, у кого была реальная необходимость и, соответственно, желание его учить. Не два дня в неделю, как по школьному расписанию, а постоянно учить. Это когда человек частенько задается вопросом – «Интересно, а вот как то-то или то-то было бы по-английски?» Во всех остальных ситуациях, увы и ах, шансы достичь каких-либо успехов близки к нулю. Должна быть цель или же потребность в изучении языка, будь то чтение какой-либо литературы, необходимость общения с друзьями или партнерами по бизнесу, переезд в другую страну на работу или учебу и так далее и тому подобное. Если нет цели или потребности, то забейте и не тратьте время. Ну, конечно, если только вы банально не полиглот, и у вас дикий стояк на изучении языков ради собственной изучения языков, тогда вперед из песней. Прежде чем двигаться дальше, давайте в целом определимся с ролью английского языка в нашей жизни. Здесь я хочу выразить довольно жесткое, возможно, субъективное, но подозреваю, что близкое к реальности мнение. Если вы являетесь или хотите стать специалистом в интенсивно развивающейся отрасли, будь то медицина или программирование, вы просто обязаны выучить английский на уровне достаточном, чтобы изучать различные материалы по вашей специальности. Если вы не знаете английский, вы плохой специалист. Практически все свежие знания так или иначе создаются на английском языке, на котором говорит весь мир. Вы просто не можете быть крутым специалистом, который идет в ногу со временем, если не знаете английский. Не забывайте, что огромное количество важнейших книг просто не переводятся на русский, а иногда переводятся так, что лучше бы не переводили. Качество переводов на русский – это отдельная тема. Для дальнейшего обсуждения положим, что цель или потребность в изучении языка у вас есть. У зрителя конкретно моего канала это, скорее всего, как минимум, чтение документации или книг по программированию. Изучение английского в целом и изучение технического английского – это очень разные вещи. Где-то пересекающиеся, конечно же. Однако изучение технического английского гораздо проще. В разы, я бы сказал. Почему? Все просто. Специализированная литература в подавляющем большинстве случаев пишется на так называемом Simple English. Технические или любые не технические, но специализированные тексты не подразумевают использование сложных речевых оборотов или времен а-ля Future Perfect in the Past. Чтобы понять специализированный текст, вам в 99% случаев достаточно понимать значение всех слов по отдельности. Этого достаточно для того, чтобы пазл в голове сложился. Вам не придется расшифровывать хитросплетения сложных времен и фразовых глаголов, усеянных редчайшими словами, о которых известно разве что оксфордскому словарю или филологам. Не так давно я прочитал 4 полноценных книги по инвестициям на английском. Я в словарь заглянул, грубо говоря, 3,5 раза, хотя до этого книг о финансах на английском вообще не читал. Прочитал часть книги канадского эксперта по автомобилям. Тут встретил неизвестных слов побольше, однако они закончились очень быстро. Отсюда важнейший вывод конкретно для зрителей моего канала. Хотите научиться читать технические тексты? Берете техническую литературу и подряд выписываете все незнакомые слова и заучиваете их. Поверьте, неизвестные слова очень быстро закончатся, потому что любая узкоспециализированная лексика крайне ограничена. Другое дело изучение английского на, скажем так, бытовом уровне, где используется общая лексика. Слов становится на порядок больше и в полный рост встает необходимость изучения грамматики. Без знания времен вы периодически не сможете уяснять порядок событий, о котором кто-либо повествует. Итак, давайте поговорим об изучении английского вне контекста специализации. Выделяется 4 навыка коммуникации. Reading, чтение, writing, письмо, listening, прослушивание и speaking, говорение. Чтение из всех этих навыков самое простое, поскольку связано с пассивным восприятием информации, поданной, грубо говоря, в открытом виде. Вот перед вами текст, и вы его читаете. Прослушивание уже сложнее, потому что вам еще необходимо конкретно интерпретировать аудиосигнал. Если вы что-то не раз слышали, то часть информации будет упущена. С текстом это невозможно. Итак, для развития чтения все, что необходимо, это, собственно, читать и выписывать все неизвестные слова. Прослушивание усложняется на практике тем, что на английском говорит полмира, и никогда не знаешь, на кого ты попадешь. Количество всевозможных акцентов просто запредельно, и подготовиться ко всем вариациям не представляется возможным. Вы когда-нибудь слышали сильный немецкий акцент? А индусский? Понять что-либо невозможно. И прикол в том, что сильный русский акцент мы, будучи русскими, хорошо понимаем. А вот сильный чужой акцент зачастую совсем непонятен. И то же самое верно для людей, обладающих сильным акцентом, у которых родной язык не русский. То есть немец поймет немца, говорящего с сильным акцентом на английском, так же, как и индус поймет индуса. Не буду углубляться, почему так происходит. У нас тут не лингвистический факультет. Смысл в том, что, скорее всего, иногда собеседника будет понять очень сложно. Как бы вы хорошо английский не учили. Навык письма естественным образом завязан на знание лексики, которую можно получить с помощью чтения. Для грамотного письма останется только изучить грамматику. Теперь, что касается грамматики. Безусловно, для изучения грамматики придется читать теорию. Но главное здесь то, что не стоит усиленно топтаться на теории. Так вы не выучите грамматику. Лучше всего изучать теорию, перемежая это с практикой говорения. Ничто не помогает так закреплять грамматику, как говорение. Кстати, возвращаясь к теме школьного английского. Много ли 30 человек в классе наговорят за 2 дня в неделю? Ответ, я думаю, очевиден. Так что, если вы собираетесь интенсивно изучать язык, совершенно необходимо найти постоянного собеседника. В идеале потратить денег на адекватного преподавателя. Это сегодня не особо дешево. Ну а что поделаешь? В качестве альтернативы поиск бесплатного собеседника онлайн на сайте alainterpels.com. Отдельно хочу выразить свое мнение относительно того, какого преподавателя выбрать. Того, у которого английский язык родной, или проще отечественного, который просто знает язык на уровне advanced. Выбор касается денежных затрат, разумеется, потому что native speaker обойдется вам сильно дороже отечественного. Если вы еще сами не дошли до уверенного advanced, то особого смысла брать native speaker нет. На вопрос почему, я бы ответил вопросом же. А зачем? Знаете, кто должен брать native speaker? Хотя бы периодически вот те самые отечественные преподы английского как раз и должны брать native speaker, чтобы пообщаться как следует и выяснить, что новенького появилось в языке, считать, так сказать, тренды и так далее. А простому смертному тратить лишние деньги на native смысла очень мало. Есть смысл только если вы хотите что-нибудь лично порасспрашивать о жизни за границей. С точки зрения изучения языка смысла мало. Грубо говоря, если вы хотите общаться с преподом в течение года, ну, я бы месяцок взял с native, а остальное с отечественным. В финале пару слов об онлайн-сервисах изучения английского. На самом деле тут высказываться особого смысла не имеет, потому что они и так все известны. Поэтому просто поделюсь своими личными предпочтениями. Лично я использую Lingua Leo и Puzzle English. На Puzzle English супер-мега-классная коллекция фильмов и сериалов, где вы можете изучать не только слова, но и различные речевые обороты. Это благодаря тому, что специалисты Puzzle English скрупулезно все это отсматривали и делали специальные пояснялки по всем интересным местам. Lingua Leo мне показался удобнее в плане работы со словами, их добавлением и изучением. Хотя, если честно, давненько уже не заходил ни туда, ни туда, поэтому что-то могло и измениться. Ну, короче, вот такие вот мысли по изучению английского. Надеюсь, выпуск был вам полезен. А на сегодня все. До новых встреч. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. А комменты пишите под видео. Если не подпишешься, вычислю по IP. Продолжение следует...